доброго времени суток друзья мои с вами владислав и илья а ты уже начал запись да 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 я уже начал запись сегодня у нас такой да сегодня нас такой необычный формат будет это ребят не гайд это будет просто общение завод грядущие патчи я давно хотел сделать не сольный а дуа запись его часок мы сидим целуха обсуждаем и я думаю о чем вот не сейчас поэтому друзья мои сейчас мы будем разговаривать о грядущем патче 1 и 8 дивизион и вот и люк тут уже раскопал перевод от игоря ковалева коротко асота стриме разработчиков афикс рпм исправит на сервере невозможно исправить поэтому и что в ближнее время ближайшее выпустит патч фикс на пока ранее чем на консоли вот я кстати так и не вот ты понял какой патч фикс иметь ввиду что его просто уберут или это поменяют вскоре чего просто невозможностью бесконечно там же бесконечно это делать можно как они вообще это делали что это вообще было такое ой там короче теперь ставишь золотую ульту ставишь себе талант на откат за убийство вроде бы и на продолжительность ульты вроде такие два таланта зимой тоже это же не багаюсь это же использование игровых фич ты можешь делать это бесконечно учитывая что у тебя есть сет одинокой звезды который ты пополняет боезапас постоянно иногда получается дикий залив ну тут они уже сами накосячили как бы за это банить тоже глупо ну да ладно даты нового дар скоро и запуска pts 18 на следующем стриме ну тут они значит поболтают на следующем стриме кстати ты вот говорил как когда он там будет они каждый четверг выходит дождем четверга там нам и расскажут далее подробности обновления 18 показали режим сражение режим сражения не представляет из себя стандартный плп 4 на 4 в командах 4 на 4 без каких-либо нпс и прочих условностей охеренно что нет с чего охеренно нпс нет это охеренно ними ну ну да они бессилен но 4 на 4 ну ну как то это будет чисто вот кто зашел тимой то ты порвал я уже по этому поводу рассуждал как бы мне кажется что на определенных личностей которые будут в комментариях возможно писать что бля хомуха мы своей пачкой да там зайдем никому да 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 артур в новом режиме я побеждают команды первые сделавшие 20 убийств считаются только добиты агенты то есть можно поднимать напарников чтобы не терять очки ну то есть они привязывают новый режим к позиционке но друзья мои стоит учитывать тот факт что в обновлении то ли 18 то ли каком-то дальше они вернут талант жизненная сила в том виде в котором он был а именно сейчас жизненная сила дает за один балл жизненная сила 15 хп а вот в патче он будет давать 30 хп то есть вы вдумаетесь да получается будем опять же толстыми жирными путь яичками который будет тупо друг друга по полчаса заливать и как-то я не очень уверен в том что надо все опять полю собираться не ну вряд ли вряд ли смысл будет иметь пульку собираться надеюсь чтобы заливать быстро а вот ты хрен сольешь я знаешь иногда встречаю по своему рубеже людей в пуле убитых ой не пуля вживку убитых и даже тогда мне их трудновато заливать потому что эти жирные жопы реально пули глотают и он как бы меня периодически даже продамаживает потому что у меня все вот варушку но но не уверен увидим но мне кажется все таки будет как и раньше 6 и жир к 4 оружки и что-то там в электронику так предел что очки рейтинга в этом режиме будет связано с режимом last-end то есть теперь будет некий общий пвп рейтинг вот я не понял нам типа уровень last-end будет повышать этот режим или это будет просто какая-то пескомерка хрен его знает предел в 40 уровней увеличат до 99 и при этом за ранге более 40 будет выпадать ящики секретными сетами и его это охренительно еще бы взять ящик в чет нормальная пазл а то знаете когда мы вчетвером четыре дня фармили мне одни перчатки серьезно вчетвером четыре дня одни перчатки то есть это было незабываемое позавчера ждали и мы мы пошли в темную зону вот встретили там патьку из четверых а мы были вдвоем мы короче просто пинали регулярно пкд и короче у них из к у кого-то из этих чуваков вывались вывались перчатки одинокой звезды и секретного сета сразу про тебя вспомнил суши все как ему обидно то было ниже хрен выпадут а ты понимаешь чего сима сделал он он забрал пошел на кпп и разобрал их там вот он жопашник то а вообще красава ты же понимаешь они после этого взяли все турельки поставили то есть у них было две шоковых а одна огненная ну алифе на хрена не поставили четыре турели чутки 3 туреля но они против нас они находят нас как-то закатрить хотели взяли нашли спорта разы потом взяла мульку мы все равно продолжили зачем зачем сима так поступил это же жестоко это жестоко но они этого заслуживают они так нами издевались они нас пару раз когда убивали они орали изи изи а мы обману огнем и как говорится допиздились появится новая система оптимизации снаряжения а вот это но это скорее всего отсылка к тому что теперь можно будет повышать уровень шмотки до предельной за счет техники спецотряда сразу на ум приходит идея того факта что мы уже как-то во времена покупали шмотки низкоуровневые то есть там у меня есть рецепты 163 шмотки рецепт 100 до 180 шмотки и получается крафтить их дешевле чуть-чуть на дешевле так не будет ли нам выгоднее крафтить низкоуровневый шмот а потом его спокойно опыть до максимального ведь это сильно упрощает процесс гринда и крафт меня это прикольно потому что с учетом того знать вот каждый патч люди говорят чего опять по уже лидер скоро опять все фармить шу опять повысит до 200 какого-то 206 и вот знаешь особенно это обидно с учетом легендарной шмотки когда ты жилет баррот 500 раз пытаешься выбить его убиваешь и тут повышение гир скоро такой смотришь но это же жилет баррот но в апгрейдить нельзя будет почему нельзя сейчас же можно в будущем будущем иметь далее теперь уровень снаряжения будет показываться и напрямую зависеть от уровня характеристик то есть чем выше максимальное значение к российске те выше будет уровень снаряжения а вот это по сути правильно ну то есть знаете вам может и по здесь все что я шмотка со статом тысяч даже не 1900 а может выпасть со статом 1400 и она будет 206 1400 900 чувствуете разницу до 1400 и 900 и при этом в обоих случаях она будет 206 это я говорю про обычно это секретный но и там и там 206 рингер скоро так что да согласен это имеет смысл как бы такое повышение кстати а ты представляешь какие лютые будут секретные сеты на дверь со шестом гирской на 286 дирской до темная зона у кого-нибудь секретных сетов вот так гоня поболи то что фигня то уже разница 206 ну золотой сет кстати мне сегодня в последнем ближе человечек доказывал что золотой сет хороший каким образом мне это доказывал я на него вылетая начинаю взрывать у него хп внули на уходит и тут будет у него фулл хп без скилла без всего просто фулл хп я я думаю ну ладно может быть он кочевник хрен с ним через минуту встречаю пэнк та же ситуация фулл хп и вот у меня внимание вопрос у кочевника чего властенде убрали откат пятиминутный после смерти потому что как раньше было властенде ты погибаешь кочевники у тебя накладывается дебаф это ну в любом случае когда ты про и получаешь бонус хп он тебя после смерти не откатывается а он тебя вообще катится 5 минут то есть независимо от того насилуют тебя там стоишь на месте умираешь постоянно на пять минут у тебя будет откатываться эта хрень а вот у этого тела каждая минута было по фулл хп я был просто в тихом афиге от такой живучести просто лютая дичь далее появится что лучше улучшить текущее снаряжение увеличение характеристик можно будет при помощи техники спецотряда но это то о чем мы говорили это это хорошо это реально хорошо это необходимую это когда это польза от этой техники ну не ну кстати я недавно полтысячи техники спецотряда перекрабил в это щипчики и река прокачивание не она мне надо было я тогда себя крафтил не помню чего что-то нужное не я потом еще что-то крафтам прокачивание снаряжение будет иметь уровень больше двухста пятидесяти шестого да вот это мой разговор 285 можно будет повышать характеристики брони а вот это я не совсем понял можно будет чуть и по броню опыть до копы или броню повышать выше к то вот тоже вопрос хороший пока непонятно показатель запаса сил будет снова давать 30 здоровье место 15 а вот это вот ну и нахера козе боя они сейчас еще smart cover откатят назад и будет стики ну в smart cover ну вот это вот вся дичь которая уже была когда-то я как-то негодует то есть можно зачем это серьезно карл на хрена в т.з. изменится механика и нейтральные игроки больше не смогут носить друг другу урон способ становиться рог агентами изменится это наверно знаете теперь так будет и подбегаешь к нему достаешь перчатку хуяк по лицу я вызываю вас на дуэль я буду вас сейчас драть а вот такой не я не хочу рогать иди нахрен далеко но я же рога агент я же хотел тебя вызвать на дерево такой пока непонятно на следующей неделе покажут rock tour 20 уроки 20 вратам какие-то изменения врага ли как будет но это вот это та информация которую мы нашли на группе vk вот теперь хотел бы поделиться информации который есть еще и на официальном сайте от восьмого числа прошу заметить то есть вот прям буквально с пылу жару 8 0 9 17 12 0 агенты мы знаем что пвп является важной частью задивижны поэтому мы решили что пришло время расширить ассортимент режимов обновление 18 добавит пвп режим паре перестрелка командные бои формате 4 на 4 но это мы только что прочли далее командные бои правила игры в этом режиме чрезвычайно просты понятно это то же самое игроки желающие сразиться в новом по режиме смогут выйти ну да это в общем то то же самое далее карта в ротации режима перестрелка на войдут три пвп ориентированных карты района в сайперс о а вот это интересно получается карты в новом режиме 44 вот именно свои сайпер что паз что заставит нас учить их по новой мы раскроем про дробности о них чуть позже а пока лишь отметим что все они отличаются количеством доступных маршрутов укрытиями и общим стилем игры благодаря этому игрокам придется использовать разные комбинации снаряжения и менять командную тактику мы хотим сделать режим с безостановочными действиями и уверены что перестрелки игроки будут поджидать сюрприз за каждым углом серьезно там ботов не будет какой там может быть сюрприз за каждым углом то есть там бой 4 на 4 но я могу уже сказать какой там будет билд 3 золотых сета же с верхинными жилетами и 4 это будет крайние меры с хилкой на иммунку и вот такой вот билд там будет все подряд рвать вообще без остановки может быть что-то по секретным но хрен узнает а ты чё думаешь ай на самом деле я вообще по этому режиму не хочу ничего думать это скучно last-end ну четыре на четыре согласен как бы дерьмецом ну писька мерка то нужно а то как же то в темной зоне то как пищками то помериться когда кто-то мешает а тут вот прям вот одна команда говорит наш команду типу ваш прям вот так вот просто нам вот эти вот два олуха помешали а эта команда теперь первое то который вот на которой они упендрить можно сказать ну чё раз вы нас вот так вот пойдемте а хрен там было здесь вечер на хрен там было потому что бои будут идти рандомными командами нет тогда тогда реально непонятно ну действительно задумка 4 на 4 прикольно и хорошо но честно я сам тоже не вижу в этом особого особой нужды ну да ладно возрождение перестрелки используется динамичная система возрождения волнами чтобы участники команд всегда действуем вместе агенты которые должны возродиться с разницей в несколько секунд вернуться в игру одновременно чтобы сражение было более сбалансированным но не волнуйтесь враги не будут поджигать поджидать простите вас на месте возрождения перестрелки они выбираются динамично в зависимости от того где находится противник херня раз из выражения но действительно херня потому что точек возрождения будет все равно несколько они будут стандартными поэтому ребят опытная команда по быстрому начнет заниматься собственно говоря спаун киллером ладно и заключение перестрелка позволит игрокам устраивать разборки на аренах без вмешательства и врагов усложняющих задачи это абсолютно чистый незамутненный пвп режим где сражаются только живые люди но это далеко не все что ждет нас обновление 18 мы скоро сообщим новые подробности следите за новостями команда разработчиков за дивизион ну и в общем то знаете почитав эти новости хочется сказать ну изменение это хорошо вопрос хп непонятно на хрена действительно наказе боенных на не делать изменения то есть мы целый год играли с таким показателем хп что 15 хп за один запас за один показать жизненная сила а сейчас чё они нам подкатят еще действительно smart cover начнутся потом стики то есть вот это зачем ребят они вводят friendly fire непосредственно в темной зоне что тоже хорошо но давайте задумаемся ребят на фоне того что возвращают хп на хрена там friendly fire там противника попробуй залей союзник вообще наверное не заметил что по нему союзник с другой стрелял поэтому они немножко упарывают динамику я понимаю что они пытаются сделать в угоду пвп режим ой в угоду того что это рпг типа все-таки девушка это ммфпс где присутствует и элемент рпг прокачка развитие то есть шмотки которые повышают ваши статы но вы понимаете что такое вот повышение запасы сил приведет к тому что появится невероятно толстые жирные жопы которые в четыре ствола хрен зальешь я не в восторге от этого а ты что скажешь олюх а то будет как в аду 1 и 4 вот и все не дай бог реально смарт каверами начнут юзаться да 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 потом появится ну просто просто реально на фоне такой прочной жопы сейчас они еще броню поднимут до 75 процентов и то есть пока ты залез противник он реально от старости ну тут смысл опять от этих от талантов на пробивание брони франи ну таланта пробивание брони появится смысл но будет смысл у него даже это смысл иметь на оружие нормальный этот урон по броне противника ну да но ты же помнишь что он работает один зеленый на три изменит механику господи чаем сложно что пар цифр подкрутить им никогда не сложно в принципе тоже до механику тут механику там в общем друзья мои а что вы думаете по поводу все вышеперечислено чем вам кажется вот эти вот грядущие изменения интересуют они вас радует они вас или пахнут они для вас коричневой массы до видятся жопой на горизонте напишите пожалуйста комментариях под видео с вами на данный момент точнее с вами был я владислав и илья илья да всем доброго времени сутка смотрит в общем спасибо за просмотр играйте выигрывайте с нами были вы с вами были мы о да покеда